Друзья, если вы решили купить себе новый автомобиль, то вам обязательно нужно воспользоваться сервисом Автоспот. Это агрегатор, на площадке которого собрано огромное количество только проверенных и хороших автодилеров. Там вы увидите абсолютно всю информацию, которую вы обычно получаете, бегая по всем вот этим адресам, ко всем автодилерам в гости заглянув, спросив у менеджеров. Все это больше делать не нужно, все есть на одном сайте, все наличие, все комплектации, все акции и скидки. Максимально выгодная покупка вас ждет именно на Автоспоте, потому что там есть такая среда для хорошей конкуренции между официальными дилерами, там дилеры борются за покупателя. Плюс к тому, у них сейчас расширилась география, посмотрите наверняка и в вашем городе теперь есть Автоспот. Плюс у них появилась клиентская служба, обратившись в которую вы можете получить консультацию по подбору наиболее подходящего вам автомобиля или официального дилера, который максимально удовлетворит ваши пожелания. В общем, Автоспот это очень удобный сервис, ссылку на который я оставлю в описании. Итак, друзья, мы продолжаем строить наш Субарожец. Для тех, кто не в курсе, я объясняю. У нас есть Запорожец, в котором стоит 202-й Субаровский мотор. Все это прикручено к коробке от транспортера, которая инвертирована в своей работе. То есть у нас нормально 4 передачи вперед и одна назад. Привода у нас от Гольфа, ступицы кастомные из Б3 Фассата, плюс там немножечко от Запорожца. Короче, из двух что-то там слепили, как-то заварили и нормально. Вроде едет. Значит, в прошлой серии мы сделали первый выезд в город. Это было очень эпичное событие, но у нас, к сожалению, есть проблемки. Проблемка номер один. У нас не был подключен генератор. То есть мы ездили исключительно на аккумуляторе. Сейчас мы это дело исправили. С одной стороны, все очень просто. Мы бросили силовой провод с клеммы генератора на клемму стартера и как бы все должно, по идее, зарядка идти. Но обмотку генератора нужно как-то возбуждать. Так как ни приборки, ни нормальные салонные косы, да вообще, в принципе, у нас ничего нету. Возбуждать генератор у нас некому и нечем. Поэтому мы придумали заменитель этому всему. Мы просто кинули провод с его клеммы на возбуждение на нашу панельку с тумблерами включения. И теперь заводишь тачку, щелкнул тумблером, все завелось, все начало подавать заряд. И можно уже ехать, как бы не боясь, что аккумулятор разрядится. Проблемка номер два – это отсутствие радиатора. То есть охлаждения у нас толком не было. У нас просто был закольцован вход и выход, и все. И перегрев можно было поймать в любой момент. Тем более у нас даже не было датчика температуры. Мы даже не знали, какая температура в моторе. А это все-таки EJ. Это все-таки Subaru. В общем, эту проблему мы тоже решили вот таким вот чудесным образом. Вот за это, ну, это можно диссертацию защищать, я думаю. Вот это кастомная система охлаждения. Значит, из чего она состоит. Она сложная, многосоставная. У нас есть два радиатора от Smart. Они между собой соединены вот таким бутербродом. Все это проветривается насквозь вентилятором от того же Smart. Почему их два? Потому что они тонкие и не такие производительные, как хотелось бы. Поэтому мы их сделали двойными. На их входах и выходах у нас сделаны вот такие вот кастомные тройнички. То есть у нас один большой вход от трубы с подачей антифриза. И здесь это все делится на два радиатора. С той стороны, соответственно, собирается таким же тройничком воедино и идет дальше. При этом у нас сделан датчик. Датчик? Ну, как сделан? У нас проблемки. На этом датчике мало того, что резьба дюймовая, она еще какая-то мелкая. В общем, мы не нашли ни в наличии, ни в магазине, ни метчика под то, чтобы нарезать такую резьбу. Мы даже пытались уже найти какую-то гаечку сюда накрутить, а гаечку приварить. Но даже гаечки такой нет. Поэтому попытка нарезки резьбы самим датчиком. Нормально? Нормально, да? Ну, это в стиле ринг-шоу. Походу, получилось. Также с другого тройника у нас сделан отвод для тонкого патрубка, который пойдет на расширительный бачок. Туда мы поставим расширительный бачок. Вы узнаете, чуть позже, потому что это тоже не совсем адекватно, но мы решили, что это будет достаточно весело. И главное, это очень практично. И все это работает вот на этих проводах через релюху. И тоже вот с нашей вот этой вот панели с тумблерами включается отдельно наша фигня. Соответственно, с датчика температуры у нас там где-то валяться будет приборка от джиги. Туда все подключим, будем следить за температурой. Пока что тестовый вариант. То есть пока что просто, чтобы обкатать систему, чтобы понять, как у нас все работает. У нас еще будет вольтметр, который будет показывать, насколько у нас генератор вообще рабочий, вся эта схема рабочая. Вот, собственно говоря. Сейчас мы это все дело соберем. У нас еще патрубки, как видите, не подключены. Подключаем это все дело и поехали кататься уже как бы уже не мелкими перебежками по два квартала, а можно прямо поехать в Москву. Друзья, как показал опыт наш, вот эти вот радиаторы, они типа алюминиевые, но это какой-то странный сплав. Он не проводит ток, то есть заземления у нас нету и нам нужно было заземление сделать. Вот этот алюминий нормальный, это наш, как бы мы его покупали, кастомили вот эту деталь. Он проводит электричество, но к нему как бы нигде не прицепиться с заземлением. И мы для вас специально разработали уникальную технологию в стиле илинг-шоу. Как сделать заземление там, где его практически невозможно сделать? Вы приматываете провод, гаечки, а гаечку на стяжку к телу вот этого алюминия. Ну вы посмотрите, а сверлить нельзя было, но можно примотать на стяжку. Это же гениально, а? Нравится. Итак, друзья, мы собрали нашу систему, но немножечко не так, как планировали это сделать изначально. Мы перенесли все-таки датчик из радиатора нашего вот сюда на патрук, потому что на выходе из радиатора в мере температуры нам показалось все это глупо. Сначала показалось умно, потом мы все передумали. В общем, мы все-таки взяли трубу, вварили в нее гайку, а в нее винтили датчик. Конечно же, резьба не совпала, конечно же, датчик туда не хотел сначала ввинчиваться. Сначала. Но тиски, хорошая такая трещотка и грубая сила помогла нам нарезать новую резьбу, не отходя от кассы, прямо гайкой на датчик. И, в общем, все держится, даже вроде ничего там не сопливит. В общем, здесь мы все подключили, все должно работать. Теперь, что мы сделали в салоне? Значит, в салоне у нас установлен модуль от приборки ВАЗ-2105, на котором работает у нас, ну, у нас работает все. Самое главное, у нас работают контрольные лампы, лампа давления масла, лампа зарядки, чтобы генератор у нас нормально работал. Датчик уровня топлива, который мы вечно, все время куда-то девается, теперь мы будем знать. Вот в данный момент у нас топлива нету. У нас и лампа горит, и стрелка в нуле лежит. И самое главное, датчик температуры. Помимо этого, у нас стоит электронный такой вот вольтметр. И, собственно говоря, все. Но самое главное, где у нас стоит расширительный бачок? Так как расширительный бачок должен быть самой верхней точкой в этой системе, его под капот было поставить нереально. Там самая высокая точка, это верхняя часть нашего радиатора. Поэтому нам пришлось поставить его в салон, примотать на стяжке фактически к бензобаку и к ремню безопасности. Держится хорошо. Однако парни нам сказали, что вазовский расширительный бачок, скорее всего, не выдержит давление субаровского мотора. И, вероятно, произойдут следующие события. Я на ходу должен перегреть движок, после чего у нас взорвется расширительный бачок. Меня ошпарит, я потеряю управление, врежусь в стену, и бензобак взорвется. И из этого адового пламени появляется заставка этой Линкшоу, сука. Однако Линкшоу всегда борется за исполнение техники безопасности. Поэтому я поеду в капюшоне. Так. Погнали, наши городские. Итак, друзья, пока что все работает. Но у нас нет бензина. Что-то я слишком далеко уехал, да? Вот, и бег нормально. Итак, друзья, мы решили главную проблему. У нас не было бензина, теперь у нас больше полубака. Все остальное у нас работает. Вольтметр работает, на ходу машина заряжается, все нормально. Приделали еще такой электронный спидометр. В общем, бензин есть. Теперь поехали, навалим немножечко и попробуем замериться до сотки. На данный момент мне кажется, что использование дизельной коробки было ошибкой. Потому что первая работает как очень сильно пониженная, вторая как более-менее первая. Но проблема в том, что когда я сейчас ехал на четвертой, и двигатель уже нормально так орал, лоджик показывал около 50 км в час. Я не уверен, что эта машина даже с субаровским мотором, при том, что она очень легкая, и атмосферного мотора ей должно хватать просто за глаза, именно на этой коробке будет нормально ехать. Но сейчас мы будем замерять, наверное, больше не разгон, хотя я попробую более-менее быстренько разогнаться. Мы попробуем узнать примерно такую адекватную максималку. Субтитры создавал DimaTorzok Сотку вроде едем, движок немножко подогрели. Нет, все-таки не хватает охлаждения двигателя. Чуть выше нормы показывает. Примерно градусов 100, наверное, он сейчас показывает, вместо 90. То есть немножко отклонилась стрелка с вертикали в эту сторону. Несмотря на то, что мы едем, у нас включены вентиляторы. И на улице все-таки холодно. То есть что будет летом, но это будет 100% перегрев. В общем, по ощущениям, машина реально как бы валит. То есть она легкая, и этого мотора ей за глаза хватает. Я на четвертой передаче еду, чуть газку поддаю, и по такому холодному, мокрому асфальту ее начинает кидать куда-то. То есть я ее ловлю. У нас тяжелая жопа и легкий перед. А руль-то именно спереди, рулевые колеса передние. Поэтому не хватает зацепа. Дико не хватает зацепа на самом деле. Но из-за того, что у нас резина такой сложной, достаточно редкой размерности. 185-55 R14. Найти такую летнюю, это была проблема. А найти такую зимнюю, это, по-моему, вообще невыполнимо. Но надо погуглить. Мы не пробовали. Мы не пробовали, но с учетом того... Мы пробовали летом, короче, найти эту резину. И мы нашли... Вот, во всем Питере мы нашли в интернете только вот эти баллоны. Мы их, собственно говоря, купили. И больше вариантов не было особо. Мы даже еще торопились, чтобы успеть их купить, чтобы никто до нас их не купил. Ставить сюда другую размерность. Она просто не влезет. Придется пилить кузов. Это будет уже какой-то джип. Это будет совершенно потерянный вид внешки. Как многие из вас правильно предлагали, нужно замериться хотя бы до 60. Ну, интересно же, да, сколько она поедет. Возможно, вам кажется, что это легко и просто. На самом деле нет. Это очень страшно. Я прекрасно понимаю, что если сейчас что-то произойдет, то это будет фатальная ошибка моя. Я еду на летней резине. Я еду по неровному, абсолютно мокрому, холодному асфальту. Я машину ловлю. При этом я даже не знаю, какие у меня обороты у мотора. В общем, ну, попробуем, попробуем. Вам же интересно, как она поедет. Попробуем хотя бы до 60. Не, это бернаут. Это не разгон, это бернаут. Сейчас был. 5,4 до 60 с дикой пробуксовкой. Что на одной передаче, что на второй. Ну, я как бы со второй трогался, на третью перешел. И обе передачи я жестко буксовал. Поэтому нужно что-то делать с резиной, во-первых. Во-вторых, у нас что-то где-то, короче, зависает педаль газа, тросик. Собственно говоря, вот. Итак, друзья, мы оказались в гарнизоне. И пришла пора делать какие-то выводы. Самая главная проблема на данный момент это погода. Потому что на летней резине, как бы в такую погоду разогнаться, ну, просто физически нереально. Причем мы подумали, что если даже мы найдем в теории зимнюю резину, поставим один хрен, зацеп от этого не появится. Но будет чуть-чуть получше, но все равно машину мутыляет по полосе. Как бы жопа тяжелая, перед легкий, зацепа нету. В результате ее постоянно пытается куда-то выставить боком. Это, ну, это печально. Нужно немножко утяжелить перед, но это не самое главное. Значит, самое главное, что нам нужно сделать вот прямо 100%. Во-первых, нам нужно сделать выхлоп. Во-первых, мотор будет правильнее работать, что должен быть все-таки какой-то подпор со стороны выхлопа. Во-вторых, меня внутри прямо глушит. Я не могу адекватно ехать на машине, потому что у меня, судя по звуку, я понимаю, что клапана уже вылетели. А на самом деле оборотов там не так много было при этом. То есть страшно даже прожимать газ в пол. Нужно сделать как-то выхлоп. Нужно как-то его красиво сделать, учитывая, что коллектор-то у нас вот тут. Коллектор у нас вот, собственно говоря. И я не знаю, может быть, вот как-то вот здесь вот трубу вывести, загнуть и вот здесь вот под бампер повесить какую-нибудь банку. Пишите, в общем, в комментариях, как нам лучше сделать. Это проблема номер один. Проблема номер два – это охлаждение. Значит, нам туда объяснили, что вот это, то, что мы построили, это вообще неправильно, потому что субаровская система охлаждения, она немножко по-другому работает. И суть в том, что вот от этого бачка нужно избавляться и делать все совершенно по-другому. Абсолютно. То есть даже, может быть, радиаторов этих хватит в теории, если мы сделаем по-человечески другую систему, замкнутую полностью. В общем, в следующей серии мы будем пытаться химичить что-то. Я не знаю, что нам остается. Нужно делать. И самое главное, если мы все сделаем, и у нас она типа даже поедет, то вот это вот, это не подвеска, друзья. Я могу ее так даже, наверное, передвигать машину, просто распрыгавшись, и все. То есть нам нужны какие-то стойки более жесткие. Если вы знаете, что можно сюда поставить, пишите в комментариях. Нужно что-то придумать, что сюда болтон станет. То есть на заводские крепления мы не хотим изменять подвеску. У нас как бы основа состоит в том, что у нас все остается максимально по заводу. Зачем это нужно? Затем, что если вдруг что-то сломается, вы пошли на рынок, купили рычаг от Запорожца, поставили его и поехали дальше, а не кастомили там что-то опять кастомное непонятное. Нужно максимально сохранить стойку. Поэтому стойку нужно какую-то жесткую, и спереди, и сзади, кстати. Но чтобы максимально оставаться в заводских креплениях. Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, ждите следующего выпуска. Следующий выпуск будет, когда мы все вот это вот сделаем, и чуть-чуть потеплеет. Потому что у нас зима в Питере такая, что неделя плюс, неделя минус. Вот будет неделя плюс, мы сможем выехать, поймать зацеп и нормально замериться до сотки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...